Всем привет! Сегодня, я надеюсь, у меня будет вторая версия защитного изделия для экрана аппарата BlackVib 8000 Pro. Он у меня, конечно, уже с отрубленным экраном, в остальном, конечно, еще жив. Надежда на просушку уже тает, но, по крайней мере, проверить, подойдет на него это изделие или нет, будет возможно. Почему я так называю изделие? Потому что я еще не знаю, на самом деле, как это классифицировать, потому что всегда знал защитные пленки, защитные стекла. Здесь же заявлена твердая защитная пленка. Сейчас я посмотрю, что это из себя представляет, есть ли смысл от них, подойдет ли она сюда и так далее. Вот изделие уже вытащено. Теперь будем изучать, что это такое. Вау! Во-первых, оно синее, что меня уже потрясло. Во-вторых, даже разных оттенков, по-моему. Ну, не важно. Может быть, мы глючит. В-третьих, я их заказал много. Если кто живет в Питере, кому это надо, могу немножко поделиться. Все мне явно не пригодятся. Некоторые спросят, зачем мне вообще они, если у меня аппарат уже утоп. Объясняю, мне уже идет следующий, который Light. Корпус там тот же, так что пленочки, думаю, те же самые подойдут. Но четыре мне, само собой, не нужно, поэтому и говорю, что могу поделиться. Сейчас мы ее тупо померяем. Более ничего делать не буду, потому что клеить на утопленника, сами понимаете, смысла никакого. Состыковываем вверх, состыковываем низ. Понимаем, что она приклеится с небольшим зазором по периметру. То есть, она не будет доходить по миллиметру слева и справа. Или метр по два сверху и снизу. Сейчас продемонстрирую поближе. Вот такая вот будет синяя. На мой взгляд, матовая пленочка. Сейчас попробую вторую оторвать. Да нет, глянцевая. Мат не получился, мат это сверху. Ну, а по поводу того, что она твердая, ну да. И вправду какая-то бронепленка. Чего только китайцы не придумывают, да? Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Мы сделаем для вас и тут, и здесь, и там. Ну вот. Это было короткое видео про такую вот бронепленочку. Ссылка под видео будет для тех, кто не из Питера. Кто из Питера, можете обратиться в ВКонтакте. Парочку уж точно могу кому-то подогнать по цене. Примерно как на Али. Брал, как всегда, для увеличения объема, чтобы почта не подвела. Когда заказываешь одно изделие, частенько они почему-то у меня не доходят. Особо если их стоимость не более одного доллара. Но тут уж на всякий случай заказал несколько. С надеждой, что может кто еще возьмет. И мне вообще это все дело окупится. Ладно, всем пока. Следите дальше. Удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин